здравствуйте дорогие друзья юные натуралисты и все люди увлекающиеся науками о природе мы с вами находимся в городском парке и сейчас я хотел бы вам рассказать о таком явлении вот задумались ли вы что разные виды муравьев по-разному строит свой муравейник вот сейчас мы снимали пять минут назад муравейник с красными муравьями и видели у него четко такую высокую оформленную надземную часть холмик такой а сейчас мы смотрим на черных муравьев и видите они надземную часть не строит этот вид муравьев даже какое-то углубление здесь вот как думаете почему вот понаблюдайте следующий раз где-то прямо есть высокий холмик они насыпают а где-то его нету вот ну я вам подскажу немножко потому что не все могут еще изучать зоологию давайте вспомним кто какому классу относятся у нас муравьи это насекомые вот все насекомые они очень сильно зависят от влажности от воды и могут обитать только во влажных биотопах вот значит самое главное у них помимо добычи пищи смотрите и здесь тоже у нас муравейник абсолютно без надземной частью только выход на ружу помимо добычи пищи у них еще основная задача это сохранить влагу внутри своего тела то есть они очень боятся высыхания вот но у всех конечно же разные проницаемость кожных покровов так вот значит у тех насекомых у которых проницаемость кожных покровов очень высокая и они быстро теряют влагу им нужно защититься от жары защититься от потери влаги вот поэтому они строят вот эти надземные холмики которые ну вот этот буфер он защищает от прогрева и от испарения так сказать ну не потеют они условно говоря тогда вот а увидим у этих вот черных муравьев у них более такие крепкие и непроницаемые кожные покровы и они потери влаги не боятся поэтому им незачем строить вот эту вот высокую надземную часть который бы их защищала так что такое-то объяснение в природе нет ничего нерационального там любое действие в природе она чем-то объясняется вот иначе просто бы эти виды животных бы не выживали ну все до новых встреч интересуйтесь природой наблюдайте за ней удачи